Сложно сказать про китайцев. Китайская держава, конечно, очень сильно продвинулась за последнее время. Все товары делаются в Китае. Вообще, они даже, может быть, немного как инопланетяне. Я была несколько раз в Китае, работала на китайских фабриках, вообще видела, как эти люди работают. Нашего русского человека заставить работать невозможно. То есть, во-первых, ему все не нравится, денег мало, работы много, занимаюсь не своим делом, вас много, я один. Постоянное хамство на работе, полное нежелание работать. Все это идет от нежелания работать. Русский человек хочет, что правильно? Работать мало, получать много. А желательно вообще не работать и получать. У китайцев совершенно другая стилистика работы. Они получают очень мало и работают очень-очень много. Они даже, когда обедают, они работают в этот момент. Я видела совершенно невероятные картины, как на производстве эти люди работают. И одна, одной рукой она шьет, и другой рукой она в течение пяти минут ест свой рис, чтобы, видимо, условно говоря, не умереть с голода. Поэтому это очень сильная держава, которая на все способна. Ну, кроме, да, такого, что ли, такой работоспособности, да, у них, конечно же, они закупили огромное количество тех мозгов, да, тех людей, которые для них, да, делают такие серьезные научные, да, и какие-то экономические проекты. Я думаю, что это дело, да, сейчас не совсем может быть и продуманная, да, и китайцами акция.